сегодня моя локация бункер у кремля снимали у белого дома снимали сегодня снимаем бункере почему некоторым можно а мне нельзя тоже хочу в бункере погнали в моем секретном бункере это в секретном бункере которые через яндекс навигатор нашел и так ребята подписчики я на своем канале выпустил два видео об аресте губернатора хабаровского края фургале не могу сказать что я там ошибся в чем-то или соврал нет там скорее было популистское мнение о причинах ареста первое его высокий рейтинг второе якобы борьба с единороссами вот и как вам сказать подготовка себя любимого к выборам двадцать четвертого года президенты естественно оба эти мнения имеют право на жизнь оба мнения ими завален весь тренд ютуба почему завален да потому что всем выгодно показывать фургала именно в таком свете народного любимца борца за народ что он мол так много делает вот и действительно он делал так скажем на фоне остальных чиновников немало смотря на то что по центральным каналам о вас ничего не слышно вот уже две недели ложась спать я знаю что в это время вы выходите на улице и я не знаю кто будет прав кто виноват но сейчас правда на вашей стороне вы огромная сплоченная толпа которая пришла в театр правосудия откройте двери мы хотим присутствовать все этом честном открытом откровенном драматическом спектакле я с вами в этом зрительном зале как актер говорю но причина его ареста как бы банально это не звучало послужили бабки да да бабки я решил докопаться до сути вы же хотите чтоб я докопался до сути я вам так скажу он очень любит суть раскапывать суть мне нужно докопаться до сути и я до нее докопался я все проверил я докопался теперь скажу как это получилось зале когда я залез в эту тему я начал смотреть много видео и как ни странно сам жириновский рассказывают о причинах реальных причинах ареста фургала хабаровский край вы что делаете сейчас 22 апреля пойдут голосовать за конституцию закрыли незаконно завод амурсталь московский мафиози байбельские его фамилия взяли силы и сбивали в лефортово 25 процентов акции отобрали усов владельца местного и обанкротили выгнали русских рабочих нет завода он снабжал металлургией весь дальний восток это как будут жить где зарплата упоминается в его этот в этой бурной речи фамилия некого балицкого кто такой балицкий это какой-то такой секретный миллионер о котором мало чего известно балицкий мюстрюков и фургал в 2017 году покупают завод амурсталь балицкому принадлежит 50 процентов фургалу и мистрюкову по 25 процентов две доли завода амурсталь был куплен нами на торгах 27 которые состоялись 27 января 2017 года купила компания торгах с которой доли распределялись следующим образом 50 процентов было у меня 25 стародубы и 25 у господина мистрюкова то есть мы вместе покупали с торгов имущественный комплекс 18 году у них начинаются какие-то разногласия и фургал с мистрюковым начинают дружить против балицкого понимаете да когда вы крупные игроки там я уже не знаю как у них было прописано в уставе предприятия да насколько они друг другу мешали вот и почему это нельзя было решить как-то там полюбовно непонятно но балицкий психанув предлагает мистрюкову и фургалу купить его долю фу нет давай по новой миша все хуйня сижу нормально глаза только открою сначала балицкий предлагает купить у них долю мистрюков и фургал заламываю цену восемнадцатом году 4 миллиарда балицкий объясняет ребята мы только заварили кашу она еще не дошла до нужной стадии она еще не такая вкусная чтобы за нее платить такие деньги грубо говоря завод еще пока не отбивается мало денег приносит 4 миллиарда это много готов вам дать 2 700 2 миллиарда 700 конечно бизнесмен чем может быть разговор мы спросом мы получили пока был тяжелый семнадцатый год мы работали действительно плотно одной командой и действительно и нами и ими было проделана большая работа я не могу сказать что работа делал только я конечно вы работали все вместе вот ну и наверное вот сложно сложности возникают у людей которые эти жадность порождает бедность вот есть такая хорошая поговорка они пока было все плохо мы работали все было хорошо как только пошли деньги каждый из какая-то сапа . который при которой какой-то человек ломается у меня планочки такой пока слава богу не было и надеюсь не будет у них случилось начали пошли деньги получили первые достаточно хорошие оборотные средства начали зарабатывать все это все случилось стрюков с фургалом отказывают говорят ну тогда сделки не будет мол такая корова нужна самому и начинается дальше противостояние они друг друга еще больше начинают ненавидеть на хорошие отношения там уже и там не знаю рассчитывать очень трудно и мы знали об этом и знали об этом наши хабаровские партнеры возьмите когда верю слово партнеры я как раз в этот смысл это слово вкладываю такой же как владимир владимирович когда говорит про американских партнеров сразу хочу себя поправить это может сложиться впечатление что путина и его друзей все что происходит с россией устраивает мол другие грабят мы грабим все хорошо да это можно было бы так подумать если бы не было конкуренции нации европа и америка на всех приближенных путину накладывать санкции лишает имущества домов и тому подобное это в какой-то мере унижение балецкий опять психует и говорит ну хорошо не хотите продавать купите у меня они говорят окей чувак давай купим за ту сумму которую назвал ты 50 процентов за 2700 справедливо справедливо продавай ну конечно меня просто выдавливали из бизнеса это и привело к тому что в феврале девятнадцатого года мы начали вести переговоры о продаже моей доли и в мае был подписан нотариальный договор о том что они в течение трех месяцев выкупают мою долю я уже честно говоря был уверен что это случится я начал уже подыскивать площадку бизнес интересные мне очень хорошо собралась сильная команда которая теперь будет работать на амур стали вот очень сильная команда и я планировал инвестировать эти деньги с банками договорился в строительство нового завода и уже подобрал площадку проговорил с западными компаниями поставщиками оборудования то есть я планировал что все я уехал отсюда то есть но сделка не состоялась к сожалению может радость в мае какой сумме идет речь 50 процентов хотели продать от процентов всей моей доли во всей группе компании они покупали за 2 миллиарда 700 а изначально если бы вы это сделали вы бы в плюсе остались с точки зрения если я продал да да нет я не хотел продавать бизнес потому что бизнес очень был растущий в мае месяце в конце мая месяца уже после подписания на минаториальных документов вышло постановление правительства что с июня месяца будет квотирование налом и на самом деле если вы посмотрите на реакцию в июне месяце с аналома упала не хочу соврать например на порядок цифр с там с 19 из 20 до 15 и 16 то есть это искусственное административное такое получалось снижение что очень было здорово для российского рынка для российских производителей и я считал даже помню с представителем банка мкб мы обсуждали вопрос который планировали профинансировать эту сделку в интересах господина фургала наш разговор был они задавали вопрос почему такая цена недорого ли дорого я сказал что ребята знаете если договор подписывался уже после выхода этого постановления я бы цену ниже 3,5 не опустил хочу отметить что когда в осенью 18 года мы вели сергею ивановичем переговоры о покупке их доли с их стороны мне было объявлено что цена в четыре с половиной миллиарда за их 50 процентов но тогда такая это было очень дорого и тогда я мог максимуму предложить там два двести это было максимально я могу там переписки должны отмечены то же завод только заработал у нас еще не было тех показателей которые конечно я сейчас тайна покрытая мраком почему сделка не состоялась но мистрюков оказался в тюрьме и буквально там не знаю неделя-две там но быстро он короче ломается и отдает болец кому свои 25 процентов помимо того что он отдает 25 процентов своей доли ну то есть всю долю амур стали отдает болецкому он дает показания на фургала осенью прошлого года девятнадцатого сначала обыски затем арест николая мистрюкова до одного из учредителей когда вот вы про это все узнали знали ли вы до того как это произойдет ну знаете мы конечно кто и я думаю мы не и они не знали мы не знали но скажем так опасения в той деятельности которая есть не раз высказывали мои юристы в письмах быть необходимо мы предоставим те схемы рабочие которые предлагали со стороны хабаровских акционеров вызывали моих юристов большое сомнение мы высказывали эти сомнения пока у нас был диалог пока мы были в диалоге отказывается общаться с женой отказывается общаться с адвокатами вот и чтобы понять почему это произошло надо немножко покопаться в истории болезни мистрюкова да да мистрюков болен болен раком у него уже тяжелая стадия ему необходимо постоянно принимать обезболивающие сильно действующие ему необходим уход а я как предполагаю не утверждаю а предполагаю это могло быть рычагом воздействия то есть к примеру я следователь прихожу я на допрос с мистрюковым в кабинет и просто беру и ставлю ампулу на стол с обезболивающим и говорю ему слушай мне нужны показания дашь показания получишь ампулу вот и все вот и весь механизм воздействия на мистрюкова 25 процентов вам вот в последнее время предлагали и мистрюков и стародубов и давайте расскажу чтоб не решить все эти разговоры что у мистрюкова было куплено как все происходило в декабре месяце у меня появился григорий плечу позвонил некий юрист эдуард который представился что он ведет адвокат господина мистрюкова со словами что вот представители семьи мистрюкова хотели бы продать свою долю я понимал что возможно какая-то провокация и сам по собой почему не сказал там писать бумагу или нет давайте так вот я вас не знаю и вижу в первый раз можно последний вот если наталья действительно потому что у наташи есть генеральная доверенность готова продать я готов с ней разговаривать если нет я ни у кого ничего никому предлагать не буду тем более в такой ситуации чтобы меня потом обвинили в черное отече вот поэтому действительно через который ко время буквально там через не а четыре или пять наталья прилетела мы с ним она приехала ко мне в офис мы проговорили она не подтвердила действительно что она хочет продать сумму я не буду обсуждать потому что это наши с ней договоренности поэтому не буду обсуждать захочет наталья сама объявит я пока на этого не сделать объявлять ничего не сделал я я купил ее одну долю мне нужна вторая доля зачем госпожа стародубов я рад что меня такой партнер она губернатор шикарно пускай помогают заводом это единственная причина почему купили долю мистерюкова а не стародубов только одна выгодно иметь таких партнеров да нет конечно же нет я просто я с ней был диалоги а с кем мне разговаривать фургла по кому мне звонить и почему-то мне кажется что мало кто сказал бы этому следователю нет но еще раз повторюсь это всего-навсего мое предположение моя фантазия вот собственно и все видите как я быстро уложился еще чуть не упустил почему балицкому так нужен этот завод амур сталь на то тоже есть причины первое подешевел лом и предприятие стала мега мега преуспевающим и рентабельным второе все вы помните крымский мост все вы знаете что его строили реттенберге и все вы уже знаете сколько они на этом заработали сколько же нам стоило это 8 чудо света и так всего 19 километров моста обошлись нам в 228 миллиардов рублей получается что один километр стоит 12 миллиардов рублей думаю из купюр его было бы выложить намного дешевле не только денег но еще там и награду от президента получили благоустроенную квартиру ветерану не дали ни при коммунистах и демократах просил 40 лет так и живет алексей ульянович с дочерью в доме 35 года постройки без удобств провести в дом хотя бы холодную воду просили не раз власти отвечали не предусмотрено рутенбергу аркадию романовичу предпринимателю общественному деятелю на фиг с этой наградой бабок там был было очень много денег они срубили колоссальное количество так вот по слухам в хабаровске собираются строить такой же мост с таким же бюджетом эти же самые люди владимир путин поручил правительство россии изучить вопрос строительства моста с материка на сахалин на встрече с губернатором сахалинской области президент заявил что переход важен не только для жителей острова но и поможет развитию север хабаровского края поскольку придется возводить подъезды к нему и опять-таки по слухам рутенбергия очень хорошо общаются с балицки есть уважаемый бальский павел григорьевич президент нп национальный союз ветеранов дзюдо где есть два учредителя первый учредитель нп общество спортивных единоборств отечества с борисом романовичем рутенбергом в директорах и аркадием романовичем рутенбергом в учредителях а второй учредитель нп национальный союз дзюдо среди участников которого свою очередь числится нп спортивный клуб дзюдо я варани в котором президентом является президент владимир владимирович путин и представьте себе насколько становится этот завод просто не знаю бриллиантовым если учитывать что мост металлический амур сталь самый крупный завод по производству стали в хабаровске соответственно тендер получит завод амур сталь на производство вот этих там конструкций для моста хабаровского ротенберге с балицком шоколаде фургал с местрюковым в тюрьму если вы не поняли о чем я сейчас говорил покажу вам на наглядном примере это завод амур сталь половина принадлежит бальцаму по 25 процентов местрюкову и фургалу местрюков садится в тюрьму а дает бальскому свои 25 процентов остается 25 процентов фургала понимаете нет не понимаете мое мнение что балицкий сожрет эти 25 процентов ну а прав я или нет покажет время лайк подписка колокольчик ковальчук ротенберг тимченко типичные москали думаю что мне нужно держаться от них подальше поехали поехали по вам бизнес мы будем делать бабки мы купим себе шмотки мы купим себе тапки мы открываем бизнес мы будем делать бабки мы будем делать все пока ты башню полставка открываем свои дела это смело но нам плохо столько заработаем от денег будет то что куплю себе машину и уеду далеко куплю родителям дома что-нибудь еще и шубу для жены и хату для детей я так много куплю и поделю на 100 частей потом открою банк чтобы там хранить купюры я так